Мацеста, переулок Мостовой. В этот дом судебные приставы наведываются только за последнее время, уже в третий раз. Дело в том, что хозяин не платит налоги и накопил солидный долг – около 200 тысяч. Все эти автомобили числятся на хозяине дома, но транспортный налог в городскую казну он почему-то не платит. Хотя автомобилями, в частности вот этой «Газелью», пользуются регулярно, рассказывают судебные приставы. Сегодня в очередной раз застать дома неплательщика не удалось, но получилось поговорить с матерью должника, которая живет по соседству. Он вообще больной. Я уже не смогла с ним справиться, мне пришлось вызвать отца. Но если он больной, зачем ему эта машина нужна? Так я ей говорю, он должен за эту машину еще хозяину. Понимаете, это не его личная машина, чтобы его взяли и увезли. Так или иначе, но «Газель» оформлена на хозяина дома, поэтому судебные приставы вправе забрать ее в счет погашения долга. В третий раз выезжаем по этому адресу и, к сожалению, должника не можем найти. Его, наверное, нет дома. Есть имущество, надо его по факту поймать и уже тогда пишем имущество и реализуем его. То же самое ждет и других должников, которые не оплачивают имущественные налоги. На Мацесте таких немало, но вот на контакт они идут неохотно, просто они открывают двери. Но достучаться нужно до каждого, настаивают приставы исполнители. Ведь от того, как исправно сочинцы оплачивают налоги, зависит наполняемость городского бюджета. Неуплата имущественных налогов не зависит от степени дохода граждан. Она, прежде всего, зависит от недобросовестности плательщика. Это мера весьма действенная. Народ после того, как приходят судебные приставы и писают имущество, спешит платить. Поэтому подобные межведомственные рейды будут продолжены. Впрочем, должников ловят не только дома, но и на дороге. Останавливают машины и проверяют на наличие непогашенных задолженностей и штрафов. В ходе только одного такого рейда полицейским удается выявить до 10 должников. Кстати, в счет погашения долга рейдующие могут арестовать как, например, мобильный телефон, так и автомобиль.